Футбол 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 Я это косвенно и в своей интерпретации это и выразил. То, что Двег достойные команды. Понятно, что Батэ тоже команда с определенным опытом. Понятно, что в матче против Батэ Динамо всегда есть повышенный накал. Всегда есть желание, как бы ни выступала одна-вторая команда в противостоянии этих двух команд, всегда, как говорится, выиграть матч друг у друга. Это всегда престижно, придает каких-то импульсов дополнительных. Поэтому, конечно, еще раз повторюсь, это золотое правило в футболе. Такое, скажем, понятное для болельщиков. Не забиваешь ты, забивают тебе. Но я рассказал о том, что группа атаки, которая у нас есть, это один из немногих матчей, где мы не забили гол в игре. Понимаете, у нас достаточно высокая результативность в атаке. Но сегодня просто нам в какой-то степени реализация подвела. Поэтому, да, можно и так сказать. Ну, есть еще один вопрос. При определенных раскладах, ну, понятно, что это уже не будет, уже к понедельнику, команду надо оформить досрочное чемпионство. Не давляйте над ней? Ну, знаете, опять-таки, чем меньше матчей до конца чемпионата, до развязки остается, естественно, знаете, как я ни в коем случае не ориентирую команду на какие-то там расклады. Понимаете, это удел журналистов, специалистов, может быть, которые не работают сегодня, но при этом могут какое-то мнение свое высказывать. Понимаете, профессиональные тренеры, и я в том числе, да, мы живем, скажем так, следующей игрой, следующим боем, да, и наша цель выигрывать этот бой следующий. Как у Виктора Константиновича Цоя. День вызывает нас на бой, и наша задача выиграть этот бой. Солнце встало, мы взглянули на солнце и пошли выигрывать бой у этого дня. Вот. Точно так же и игра, понимаете. Да, сегодня поражение, но завтра будет новый бой, и наша цель выигрывать этот бой. Вот и все. А расклады это, еще раз говорю, удел журналистов, специалистов, которые не работают на данный момент. Они могут быть экспертами, могут какие-то в студии высказывать мнения и так далее. А наша цель, задача профессиональных тренеров – готовить на каждый бой футболистов, чтобы они выходили и выкладывались на полную катушку. У «Динамо» других целей нету, как побеждать в каждом следующем матче. Владимир Викторович, показалось, что в минуте 60 «Динамо» потихонечку начало не то, чтобы терять преимущество. В моменты реже садовала ваша команда. Почему первая замена была именно таковой? Почему вышел именно из «Динамо» Северного? Потому что я хотел в середине поля немножко, скажем так, Саша готовился в этом цикле подготовки у нас в стартовый состав. Единственное, что я в какой-то момент, когда мы уже наигрывали определенную схему игры, рассматривал Сашу в стартовый состав и затем просто изменил за счет того, чтобы сыграть сегодня в три центральных защитника. Исходя из этого, скажем так, у нас в позиции атакующих центральных полузащитников появились Ваня Бахар, ну и Даниил Зорин, он играл до этого. Ну, я сделал ставку на Ваню Бахара внутри немножко в центре поля, в глубине, скажем так. Ну и в два нападающих мы решили сыграть. Поэтому Саша хорошо готовился. Хорошие показатели у него были в этом микроцикле, где мы работали. Поэтому он, в принципе, заслужил выход на поле. Вот опять-таки я хотел освежить середину поля для того, чтобы больше все-таки доставлять мяч в зону атаки на наших двух нападающих. Потому что снимать нападающего с игры не было никакого смысла, потому что все-таки мы проигрывали 1-0, и нам важно было сохранять давление на ворота соперника. Вот если более детально, с чем вы связываете такую разницу? То есть концовка первого тайма, 15 последних, и вы просто постоянно находились на чужой половине поля, на чужих воротах. И во второй, сколько обтянутых ситуация изменилась? Ну, я это с чем связываю? С тем, что Батеда довольно высококвалифицированная команда по нашим меркам. И достаточно опытная команда. И, естественно, что, если вы помните концовку матча, когда мы уже определенный навал, скажем так, простым языком осуществляли, просто подавали в штрафную, уже я даже визуально видел, что Лаптев находится не впереди, а Лаптев находится в позиции центрального защитника. То есть понятно, что это идет коррективы тренера, который вносит и понимает, что шансов в позиционную атаку уже выйти в конце не было у Батте. Они уже оберегали результат, естественно, что сохраняли этот победный счет. И уже Лаптев за счет своих габаритов, умения играть головой, скажем так, помогал центральным защитникам для того, чтобы обезопасить, скажем так, от создания каких-то моментов и возможности сравнять счет моей команды. Поэтому, ну, в целом, еще раз говорю, что опытная команда участвует в Еврокубках. И в этом году достаточно было много матчей, да, там случилось так, что не многовато пропускали. Но, тем не менее, Еврокубков опыт и опыт прошлых лет. Команда опытная. Какие бы места Батте не занимал, скажем так, в чемпионате, какие бы проблемы не испытывал, опыт у команды громадный. Поэтому, в целом, еще раз говорю, в концовке они не позволили нам достаточно много голевых ситуаций создавать для того, чтобы сравнять счет. Варвар Вакулич, Арини, почему в Бразилии сегодня не стремитесь? Потому что Арини у нас выпал из основной обоймы в тренировочном процессе. Был ушиб коленного сустава, затем болезнь небольшая приключилась, также связанная с простудным или там вирусным заболеванием, наверное, больше с простудным, да. И он стал пропускать тренировки из-за того, что не мог в полную силу работать. И сейчас, объективно, я вижу, что его кондиции не оптимальны. Поэтому Вакулич в стартовом составе, и в целом претензий к Алексею у меня нет. У меня есть претензии к Арини, потому что он у нас как основной игрок, весь сезон играл до этих матчей. В прошлом матче он не был в стартовом составе, и в этом не был в стартовом составе. Но в целом он как бы игрок основы. Тем не менее, его потенциал выйти на 20 минут хотя бы на замену и что-то сделать для того, чтобы помочь команде, конечно, никто в этом не сомневается. Но сегодня он в холостуе, можно сказать так, без КПД, к сожалению. Я, Сергей Николаевич, думаю, что он не огорчен слишком. Потому что все-таки какие-то индивидуальные статистики, какие-то личные достижения в какой-то степени, они, наверное, все-таки на второй план отходят. Потому что, прежде всего, интересы команды, наверное. И сейчас все ребята в какой-то степени понимают сейчас значимость вот этого момента. И, конечно же, он и Ариньо, и Бакич, у нас легионеры. Вот, скажем так, Даниил Зорин, он россиянин, да. Но, тем не менее, они все также хотят дойти до вершины и стремятся к этому. Но еще раз говорю, что здесь, наверное, личная статистика и какие-то личные достижения отходят на второй план. Все они проникнуты интересами команды, успехов и результатов.